Сегодня печем блины хлопья, а подавать их будем соусом из черешни. Уже совсем скоро мы узнаем, какое же оно на вкус модное блюдо панкейк-сериал. А пока перечислим ингредиенты. Это, конечно же, классическая пшеничная смесь для блинов-алейка. 300 граммов черешни, полстакана воды, сахар, крахмал, сливочное масло, лимон, ванильный сахар, сахарная пудра и подсолнечное масло-алейка. Говорят, что блинные хлопья особенно хороши горяченькими, поэтому мы начнем с соуса. Из промытой и отобранной черешни удаляем косточки. Как это сделать, используем лайфхак наших бабушек с помощью булавки или шпильки. Вот так подцепляем косточку и вуаля, она извлечена. В состав черешни входит мощный иммуностимулирующий комплекс, состоящий из витаминов А, С и Е. Они отличные антиоксиданты. В общем, с черешней будем и молодыми, и здоровыми. Теперь нам нужна небольшая кастрюлька. Мы слегка отжимаем в нее ягодный сок и вливаем половину воды из нашего стакана, то есть четверть. Вот столько. Добавляем сюда сахар 4 столовые ложки. Выжимаем сок из половинки лимона, вот так. И ванильный сахар, от аромата которого уже становится вкусно. В оставшемся стакане с водой мы разводим крахмал. Полторы ложки будет достаточно. Размешиваем в стакане и аккуратно начинаем вводить в наш сироп. С помощью вилки помешиваем или венчика. Как только вы увидели, что сиропчик начал густеть, снимайте его с огня и добавляйте чайную ложку сливочного масла. Перемешиваем наш сиропчик и добавляем в него ягоды. Оставляем остыть, а лучше всего соус перелить в отдельную миску и накрыть сверху пищевой пленкой, чтобы избежать появления корочки сверху. Вот мы и переходим к кулинарной кульминации. Напомню приготовлению блинных хлопьев, самого популярного и модного на сегодня блюда в Америке, Канаде и Англии. Наш первый блинчик точно не будет комом, потому что с нами есть смеси олейка. Сегодня мы возьмем пшеничную. В этом пакете уже есть все, что нужно для теста. Остается только добавить воды в пропорции 1 к 2. Специалисты олейка подобрали натуральные ингредиенты в идеальных пропорциях, поэтому успех нам гарантирован. Высыпаем смесь в миску, вливаем 1 литр воды и хорошо перемешиваем. Можно ускорить процесс с помощью блендера. Вливаем в наше тесто немного подсолнечного масла олейка и добавляем ванильного сахара. Оставляем наше тесто минут на 15. Любое тесто, в том числе и блинное, должно отдохнуть. Дайте ингредиентам установить между собой прочные связи и раскрыть свой вкус. Несмотря на то, что у нас блинчики мини-формата, выпекать мы будем их на обычной сковороде без бортиков. Единственная сложность – это сделать блинчики диаметром 2 см. Мы попробуем это с помощью чайной ложки. А можно воспользоваться при приготовлении и кондитерским кульком. Хорошо разогретую сковородку смазываем подсолнечным маслом и отсаживаем тесто. На сковороду помещается около 6-8 штук. Главное не давать им слепаться, нужно действовать быстро и аккуратно. Для жарки мы используем масло олейка. Оно не горит, не пенится. На нем блинчики получаются особенно пышными, ароматными и золотистыми. Наши блинчики-хлопья подаем на большой тарелке вместе с черешневым вареньем, а сверху посыпаем сахарной пудрой. Блюдо не только модное, но и летнее, яркое, заряжает энергией и позитивом. Разве это не то, что нам сейчас так надо? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова